Татьяне 22 года. За это время она успела окончить колледж по специальности юрист и поработать в МВД старшим инспектором. Однако, свою жизнь связывать с правоохранительными органами не планирует. Все-таки девушка еще молодая, хочет иметь возможность выезжать за границу. Как говорится, и мир посмотреть, и себя показать. Поэтому вопрос поиска новой работы сейчас для нее в приоритете. Достаточно сложно найти работу, потому что требуется опыт работы и требуется везде высшее образование. Даже там, где оно, собственно, не очень-то нужно. И даже если опыт работы уже имеется, опять же, все упирается в высшее образование. Но получить его быстро все равно не получится. На время обучения Татьяна рассматривает административную должность с заработной платой 25 тысяч рублей. Работодатели предлагают максимум 20. Без опыта работы берут сферу продаж. Там зарплата выше, но работы больше. Мы всех обучим, всем расскажем, как, что именно нужно делать. Ну и уже все на самом деле зависит от того человека, который пришел на текущую вакансию. То есть мне требуются менеджеры по работе с юридическими лицами. Работа не для всех, потому что объективно не каждый умеет вести диалог. Но как это делать, опять-таки мы учим. Работодатели уверяют, приморцы, в отличие от соискателей центральных регионов России, более открытые, креативные, часто перенимают и используют опыт, увиденный где-то за границей. Впрочем, это касается по большей части молодежи. Старшее же поколение может предложить опыт, знания, профессионализм. Работу обещают найти для каждого. В связи с расширением производства на нашем судостроительном комплексе в настоящее время нам нужно большое количество сотрудников. В основном это инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, электрогазосварщики, различного рода профессии, специальности, как основные работники, так и сопутствующие. Бывают действительно, попадаются высококвалифицированные специалисты здесь на ярмарках вакансии. Одни работодатели предлагают не только обучение и полный соцпакет, но даже предоставляют жилье своим работникам. Другие готовы трудоустроить людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации на пару-тройку дней. Экспресс-биржа труда занимает особое место на ярмарке и пользуется спросом у людей с низкой квалификацией. В общем, выбор есть у каждого. В основном это рыбообработка, рыбодобывающая промышленность, судостроение, здравоохранение, образование, торговля, сфера услуг. Данное мероприятие расширено некоторыми в этот раз нюансами, такими как проведение мастер-классов, которые проводят три квалифицированных психолога в части помощи составления резюме соискателям. Также оказывается психологическая социальная поддержка в период поиска подходящей работы для граждан. По данным Приморгстата, всего в Приморье 51 тысяча человек не имеют работы. Это на 7% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий уровень безработицы составил 5%. Работа в крае есть. Вакансий в 8 раз больше, чем безработных. Сложно трудоустроиться высококвалифицированным специалистам, которые попали под сокращение. Проблемы есть и у тех, кто не готов менять место жительства ради работы. Свою роль играет также конкуренция с дешевой иностранной рабочей силой. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.